Студент энергетического колледжа Григорий Ерыгин, кроме того, что осваивает профессию электрика, еще и посещает творческие кружки и спортивные секции. В учебном заведении их насчитывается не меньше десятка. Вот и сейчас он участник круглого стола на тему «Жизнь и нравы многонациональной Самары». Чтобы создать свой стенд «Русская культура», пришлось не один день копаться в архивах, перелистывать учебники истории и краеведения. Дополнительная нагрузка, уверен студент, только помогает в основной учебе. Не дают скучать студентам во внеурочное время классные руководители. Светлана Мальцева уверена, молодежь должна не только овладеть профессией, но и войти во взрослую жизнь всесторонне развитыми специалистами. За свой творческий энтузиазм классные руководители в колледжах раньше получали различные вознаграждения. Теперь им к зарплате прибавят по пять тысяч рублей. Такое решение озвучил в послании федеральному собранию президент Владимир Путин. Эту новость классные руководители самарских колледжей приняли на ура. Это очень хорошая прибавка к зарплате. Если, допустим, у меня как классные руководители две группы, я надеюсь, что я буду получать, посчитайте, 10 тысяч. Мы высказываем желание быть классным руководителем, тогда и мера своей ответственности будет пониматься совершенно по-другому, и мы будем сами относиться к своей работе по-другому. Внеклассная работа в энергетическом колледже ведется по девяти направлениям. С годами увлечения молодежи меняются, однако есть и традиционные. Например, шесть лет уже проходит бал энергетиков. Как только начинают дети этим заниматься, изучать, увлекаются. И это становится настолько интересным, может быть, даже превращается в хобби. И то, что пригодится им в дальнейшем, наверное, на всю жизнь для того, чтобы передать своим будущим детям, внукам. Чем заниматься молодежи в колледже решает не только руководство, но и студенческий совет. Работают волонтерские движения, собственные СМИ, военно-патриотический клуб и многое другое. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.